Это у вас хлопчики и девчатка, следующая серия нашего повествования. Произвожу опрессовку моего испарителя. Вот разведенная у меня мыльная вода. Накачал систему через этот золотник и теперь потихоньку обмыливаю еще дырки. Одну уже нашел, исправил, поряд стоит, изготовил вот такую насадку. Манометр можно видеть, какое давление накачал в систему. Потом взял, располовинил заправочный шланг, потому что отдельно таких штучек нет у продажи. В идеале конечно прямо вот сюда напрессовать, сделать такой переходник. Но блин, покупать его надо где-то, поблизости не нашел. Вот примерно так происходит опрессовка. Не знаю будет это отдельной серией или войдет в следующую, посмотрим. Опрессовал коллектор, не коллектор, а тот самый теплообменник. Он же испаритель, в котором будет кипеть фреон. И переносить тепло в дом. Оказалось всего лишь, по-моему, 4 или 5 дырочек. Как на такое количество соединений я даже частично удивлен. Опыта у меня большого нет, практики тоже, но хороший аппарат наверно, плюс какая-то доля везения. Не знаю, в принципе чуть-чуть позачищал. После пайки оно такое жирненькое, именно когда обмыливал и потом смывал водой. То есть такой жир, который там казался, что оно жирное, весь сошел вместе с водой мыльной. Мыл средством для чистки ванн, такая которая мылится. Следующий этап, собственно, надо будет ставить на место, подсоединять геоконтур, а потом уже фреон. То есть если вдруг что-то по геоконтуру не получится, чтобы фреон не спускать. В общем, как-то так, едем дальше. Так, решил для надежности опустить в бочку. Сейчас во фреоновом контуре накачано 6 атмосфер, больше не получается, компрессор не дает. Бульбашек не вижу, потому что этим самым не дает, конечно, такой надежный результат пеной. Как если опустить в бочку или в емкость с водой. Так бы уже четко пузырики пошли. Нигде не видно. Ну ладно, еще раз пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok